Музыка Ребяточки мои, не знаю даже, чем это связано. Моя камера начинает меня подводить. Я снимала-снимала видео, а потом в результате оказалось, что она не снимает. Просто отключилась и материал тоже не снят. Получается, я половину уже даже съела. Создала здесь романтическую обстановку, так скажем. Вот со свечкой. Обалденно пахнет просто свеча. И создает какую-то, наверное, романтическую обстановку. Мы сегодня с вами кушаем, уже я половину съела, точнее, это обычное мороженое и малина. Еще здесь вот виноград. Но с малиной, это вообще бомба. Мороженое с малиной сочетается нечто. У нас раньше, когда мы жили в частном доме, тоже была малина. Я ненавидела ее собирать, просто потому, что там было очень много букашек всяких. А вот в городе малина, которую вы берете на рынке, она совершенно другая. Она обалденная. Это мороженое килограммовое. Обычно для мукбанков я брала штучное мороженое. В этот раз я вот взяла килограммовое. Прям обильненько полила. Малинкой. У нас в деревне, в деревне, в которой я родилась. Там очень много ежевики, но малину я никогда не видела. Причем эта ежевика, она растет где угодно. То есть она ничья. Кустики вдоль забора. Просто в лесу. Мы однажды поехали с двоюродной сестрой ее собирать, чтобы потом сделать варенье. Как раз нам заняться было нечем. Почему нет? Поехали. Оказывается, кустики ежевики полны всякой живности. Так получилось, что моя двоюродная сестра нечаянно наступила просто на листья. Откуда она знала, что там есть что-то живое? Оказывается, внизу этих листьев как вы думаете, что была змея? Как мы все тогда испугались? Как она поняла, что змея? Вдруг змея начала гнаться за ней. Она бежит. И я всегда думала, что змея прям ползет. И медленно. И она не может так быстро прям ползти. Она убегала. И вот так вот, вот так вот прям змея за ней. Видимо, она наступила. То ли наступила на ребенка, малыша, змея. Я не знаю, на что она наступила. Но по факту ничего видно не было. Листья, кустарник. Ты не знаешь, куда ты кладешь ногу. И в общем, у нас каждый год была такая традиция. Она просто начала бежать. Потому что она жутко боится насекомых. Не то, что змей. И в этот момент я подумала, как хорошо, что мы живем в городе. Ну вот реально. Мы с такими проблемами можно сказать, не сталкиваемся. И после этого мы ни разу не ехали в эти леса, чтобы собрать бесплатную ежевику. Лучше мы за деньги, за баснословные деньги купим в городе, чем вот так вот рисковать. черная змея была где-то вот такая. Метр, наверное. Вроде бы небольшая. Откуда в ней столько сил, чтобы прям так бегать? Я была шокирована на самом деле. Вот. Такой вот случай у нас был. Кстати, еще такой момент. Читала комментарии под прошлым видео, вчерашним. Вчера было 4 видео. По-моему, под видео с ногтями, где я делаю себе ноготочки, коррекцию. Там девчонки писали, что Айка, почему ты не снимаешь видео. Каждый год, например, планы на год, что ты собираешься сделать, каких целей хочешь достичь. И вот. И под Новый год немного писали. А расскажи. Обсуди это. Знаете, я считаю, что если ты ставишь перед собой цель, нужно ее добиваться. Нужно делать. Так, как ты говоришь. А в моем случае через год будет видео позор, что у Айки не получилось. 10 пунктов, из них 9 не получилось. Я привыкла ставить перед собой какие-то нереальные цели. Настолько, знаете, грандиозные, что понятное дело, что скорее всего у меня это не получится. Но мне искренне хочется верить в то, что нет, получится. И в конце, как правило, ни хрена не получается. Какое вкусное мороженое. Ягода вообще в тему. Поэтому подобное видео я никогда не снимала. Например, ситуация с машиной. Я в видео сказал, что я хочу купить машину, я хочу получить права. И тут же все начали интересоваться. Айка это получила. Где машина? Может, ты просто нам не рассказываешь, чтобы не сглазить и так далее. Ребята, я вас расстрою. Дело не в том, что я боюсь, что вы меня сглазите. Дело в том, что ничего не получилось. Во-первых, потому что коронавирус все дела. У нас ферментарно магазин одежды не работают. Не то, что уж какие-то курсы вождения. Поэтому как бы мы предполагаем, бог располагает. И, к сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. У меня что-то очень сильно начала парить камера. Я снимаю видео например, на 10-й минуте. Просто она может выключиться и материал не сохранился. Как это понимать? Я не знаю. здесь рядом еще свеча. Тепло. Понятное дело, мороженое вот тает. Но из-за этого оно не перестает быть очень вкусным. Кстати, как вам новый ракурс? Рассказывайте. мне кажется очень удачно. Мне очень удобно сидеть. То есть я не сижу вот так вот сгорбившись. Для меня бомба. Я бы каждый раз бы так снимала. Как для вас? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я стараюсь менять место. Как-то стараться улучшить картинку. Пробовал несколько раз снимать у себя в комнате. Но не очень. Многие писали, что розовый цвет действует на нервы. Вообще, я тоже считаю, что на мукбанках внимание не должна отвлекать комната. А все внимание должно быть на еде. Именно поэтому я выбрала ту комнату, где светло-серый задний фон. Вот я считаю, что так это идеально. Сняла видео на балконе. Тоже не вау. Именно потому, что мешает шум. У меня еще была такая идея снять где-то в парке, сидя на траве. Но я думаю, что там тоже будет шум. И все-таки это действует на нервы. Я лично люблю, когда тихо, спокойно, когда именно звук хороший. Вот. Чтобы было приятно слушать. Просто бомба. У меня мама любит мороженое прямо такое вот полурастаявшее. Сегодня максимально просто неудачный день, потому что я сняла мукбанг с салатом, который прям полностью села и оказалось, что микрофон не работает. Оказалось, что села зарядка на микрофоне. Я пошла купила новую батарейку, засунула, начала снимать видео вот это вот. И так получилось, что камера подвела. То есть, камера сама по себе выключилась и получается первый момент, момент, где я здороваюсь, момент, где я зажигаю свечку и ем половину того, что лежит передо мной. К сожалению, этого момента тоже нет. На этом все. Обязательно пишите свое мнение по поводу ракурса, если вам нравится. Также обязательно подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайк Эмили. Субтитры сделал DimaTorzok